Приветствую вас, Анна. Довольно сложно не согласиться с коллегами в том, что они уже сказали. Я думаю, что в общей сложности вы сейчас не готовы к браку, и в общей сложности мне так показалось, что брак для вас является чем-то таким, знаете, не совсем желанным, не совсем тем, что вам хочется, не совсем тем, чего вы сами для себя хотите, не совсем тем, что вам нужно, не совсем тем, о чем вы мечтаете. Вот такое, примерно, такое впечатление у меня осталось от вашего текста, вот. И, наверное, наверное, исходя из этого, я думаю, можно предположить, что со своим молодым человеком вы вместе, потому что с ним уже налаженный быт, и вы чувствуете, что с ним идете к тому, что вы считаете для себя, ну, так или иначе, правильным, да, и так далее, вот. А данный молодой человек, который, ну, при которого вы пишете он, для вас представляет из себя что-то вроде реальной возможностью я хочу почувствовать себя женщиной, почувствовать себя действительно вот привлекательной, как вы говорите, действительно такой сексуальной, значимой, вот. Вот. И, в общем-то, я думаю, что это совершенно нормально, это совершенно нормальная история, вот. Мне так видится и кажется, вот. Поэтому, я думаю, что решать здесь исключительно вам, вот, в данный момент, то есть, ну, вам решать, чего вы хотите, вот, вам решать, что вам нужно, да. Но, проблема, конечно, заключается в том, что вы не удовлетворены, вот, просто, вот, вы не удовлетворены, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ молодым человеком. И я думаю, что именно поэтому вам хочется действительно внимания, да? Вот. Хочется чувствовать себя как-то лучше, хочется ощущать, что вы привлекательны, что вы значимы, что вы важны, что вы целостны, что вы имеете какое-то значение. А мужчина важный мужчина, он, в общем-то, такого вам не дает. И отсюда выникает противоречие, противоречие между таким своего рода, да, чувством долга перед человеком, вот, и таким, своего рода, желанием, личным, личным желанием, инстинктами, если угодно. Но это говорит о том, что либо вы не умеете строить отношения с мужчинами, вот, либо, либо вы не умеете строить отношения с мужчинами, либо, просто, ваши отношения с вот тем человеком, да, который вы, ну, который сейчас является вашим партнером, либо с ним отношения просто себя исчерпали. Такое тоже бывает, тем более, что сейчас 5 лет, тем более, что нашел встречался в 19 лет, и, соответственно, ну, в 19 лет, и вам сейчас 24, за это время вы могли сделать достаточно серьезный, большой скачок в собственном развитии, в своем развитии, и ничего удивительного в том, что сейчас вам не хочется или меньше желания, или меньше потребностей находиться с своим молодым человеком, да, ничего удивительного в этом нет. Вот. Я думаю, что нужно поразмыслить над чувствами вашими, к вашему текущему партнеру, вот, поразмыслить над чувствами к нему, эээ, вот, и, если вы его любите, то нужно отношения гармонизировать, если у вас есть желание, любые отношения можно гармонизировать. Если же чувств нет, то, в таком случае, необходимо подкорректировать ваше поведение, потому что, эээ, те моменты, которые, эээ, привели вас к, эээ, текущей ситуации, могут привести вас к аналогичной же ситуации, и в, эээ, в случае, эээ, с другим, мужчины, образно говоря, то есть, ну вот, например, вот с этим человеком, который сейчас вас привлекает, да, сексуально. И вы опять же говорите, что да, я не вижу себя рядом с ним, но не вижу его как мужа. Тут момент, что не нужно видеть мужчин как своих мужей. Главное, чтобы вам хотелось что-то делать для человека, главное, чтобы вы хотели что-то делать для людей. Значит, сейчас показываю, что вы выступаете приемником в отношении. То есть, вы принимаете, вы хотите что-то получать, вы хотите что-то получать от своего молодого человека, вы хотите получать что-то от этого мужчины. Но я не увидел у вас желания и, наверное, возможности отдавать. Вот, я не увидел у вас такого. И мне кажется, мне кажется, кажется, что это является одним из ключевых аспектов. Именно тот мужчина будет вашим полноправным партнером, которому вы хотите что-то отдавать. Для того, чтобы что-то отдавать, нужно в основном гармонию себе и равновесие. А мне кажется, что этого у вас нет. Вот. Поэтому такая история, я полагаю, что вы разрываетесь между долгом и хочу, между надо и хочу. Вот. Выбор очевиден, да, в пользу хочу. Ну вот. Самое, что тут хочу, это настоящее. То, что нужно, это относительная история. Вот. Ну и, конечно, делать анализ ваших отношений с молодым человеком, чтобы те ошибки, которые вы совершили в отношениях с ними, чтобы они не повторялись в будущем. Вот. Такая вот история. А ещё мне кажется, что вы не готовы что-либо менять, потому что вы задаёте вопрос, ну, вы задаёте вопрос, как-нибудь, 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 чтобы что в итоге? Что вы хотите? Гармонизировать отношения с молодым человеком, это одно, разобраться в себе, это другое. В чем или в чем проблема? Опять же, вопрос, ну, если не так ставится. Вопрос ставится не так, в том и в ком, или в чем проблема. Вопрос ставится так, чего вы хотите, и что вы можете сделать для того, чтобы это получить. Вот. Насколько вы можете удовлетворить свои потребности. Вот. В текущей ситуации. В текущей ситуации. И насколько вы свободны в принятии решения. Своих. А не вот те вопросы, которые задаёте, это немножечко, ну, немножечко уводящие в сторону. Вопрос. К сожалению. Вот так. На этом всё. Вот вы пишите, что я мысль представляю вас собой, но не как мужа, мне это не нравится. Что именно вам не нравится? Что вы не представляете как мужа? А зачем? А зачем вам муж? Вот, вот, Анна, для чего вам муж в двадцать четыре, двадцать четыре года? А зачем? Ммм, чем для вас это так важно? Я не говорю, что муж, эээ, вообще не нужен. Я не говорю так. Но вопрос заключен в том, зачем? Просто зачем? Что вы хотите? С эээ, ну, с его помощью, да, с помощью мужа. Что вы хотите решить? Что вы хотите решить? Какую проблему вы хотите решить? Вот. А мне кажется, что вот в этих направлениях вам нужно, ну, двигаться, двигаться в этом направлении. Вам нужно двигаться. И тогда, соответственно, стация будет куда более лучше, чем сейчас-сейчас. Вот. И, по крайней мере, вы будете более чётко понимать. В какую сторону вам двигаться, вот, чего вы хотите, что вам нужно. И тогда, сейчас вы, вот, прям понимаете, да, что находитесь, ну, находитесь, так. По сути, вот, в таком, очень подвешенном состоянии. Вот. Вы находитесь сейчас. В очень подвешенном, в очень подвешенном состоянии. И естественно, вам тяжело. Естественно, вам не по себе. Естественно. Потому что, ну, вы не очень понимаете, что делать. Вот. Ну, ну, вы не очень понимаете, что вам делать сейчас. Понимаете, какая штука. Так что, это состояние нормальное. И... Понятно. Ну, как действовать дальше в этой ситуации, например. Вы, я полагаю, можете решить сами. Только после, вот, такого, тщательного анализа... Того, что вы чувствуете. Того, что вам важнее. Вот. Того, чего вы нуждает. Вот. И... Тогда ответы будут очевидны. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует...